Телефон доверим. Соколова, Сергея Геннадьевича, Соколова, Любовь Владимировна, по доверенности. А дело такого характера. Соколова, честно говоря, сама обратилась в прокуратуру 11 ноября 2012 года. Я засчитаю заявление. Я надеюсь, вы записываете? Я слушаю. Ну записывайте, я надеюсь. Я не могу сбыть написать. Я слушаю вас, что там дела. Вот я сейчас засчитаю. Мой муж Соколов, СГ, в октябре 2012 года устроился на работу в КП Колумбаево, водителем мусоровозки. И работает у него до сих пор. Автомобиль мусоровоз им ставится на стоянку села Кулаково, Горноморийский район. Рабочий день у него начинается в 8 часов утра и заканчивается 2 раза в неделю. Во вторник и пятницу около 20 часов. И в другие дни около 17 часов. Иногда он работал вообще без выходных, так как в выходные дни ремонтировала указанная машина. Предвестного медицинского осмотра мой муж ни разу не проходил, хотя они для водителя, работающих на разных предприятиях и организациях, являются обязательными. Видимо, по этой причине мой муж практически каждый день проходит домой с работой в недвижимом состоянии, объясняя это обстоятельство тем, что ИП Колумбаев выдает ему деньги в долг. На следующий день мой муж идет на работу в состоянии похмельного синдрома. Но тем не менее, несмотря на мои телефонные звонки ИП Колумбаеву, он каждый раз запускал моего мужа к управлению мусоровозкой. За месяц до указанной работы мой муж зарплату ни разу не получал. Предполагаю, что Колумбаев никаких документов при приеме моего мужа на работу не оформлялось, так как его трудовая книжка находится у нас дома. Я даже не знаю, имеется ли у него в водительском удостоверении необходимая категория, позволяющая ему управлять грузовыми автомобилями, так как он по профессии водителя никогда и нигде не работал. Я полагаю, что кроме этого мой муж должен был перед приемом на работу пройти специальное обучение по управлению указанным автомобилем и работе на нем, получив соответствующие документы об этом. В настоящее время Колумбаев забрал водительское удостоверение моего мужа, всего и обратного не отдает. В связи с тем, что 7 ноября 2012 года он совершил ДТП при транспортировке мусора из села Усала на городскую свалку около деревни Лапкино, Горномыска района, со съездом с проезжей частью дороги в Кювет и последующим опрокированием автомобиля. При этом Колумбаев потребовал 7 ноября после ДТП от моего мужа расписку о том, что он обязуется 10-дневный срок восстановить указанный автомобиль, автомобиль мусоровоз, попавший в ДТП. Я не уверен, что этот автомобиль вообще когда-либо проходил государственный технический осмотр, так как ИП Колумбаев с учетом специфики своей предпринимательской деятельности сам выдает талон о прохождении государственного технического осмотра. Кроме того, Колумбаев с 8 ноября незаконно удерживает Кулакова на территории своего автосервиса, огражденный забором трактор МТЗ, приобретенную совместно с мужем 2010 года, то есть наше общее имущество. Свои самоправные действия Колумбаев объясняет тем, что это гарантия того, что мой муж своевременно восстановит указанную мусоровозку. На свои неоднократные звонки он насмешливо отвечает, что мы наш трактор обратно вообще не получим. Также Колумбаев уже третий день подряд шантажирует меня и моего мужа, требуя от нас деньги в сумме 400 тысяч рублей путем оформления кредита Ростсельхозбанки на приобретение другого автомобиля, чтобы на его базе восстановить транспортировку мусора по району. Под психологическим давлением Колумбаев деньги в сумме 100 тысяч рублей мы уже ему дали через мою сверхкровь, Соколова ГА, 8 ноября 2012 года без какой-либо расписки об этом факте. Данную сумму денег нам пришлось занимать у одноцельчан, так как Колумбаев потребовал деньги сначала на приобретение новой кабины автомобиля, а потом заявил, что придется вообще купить новую раму автомобиля марки ГАЗ. Сегодня он потребовал от нас с мужем выплатить ему дополнительно еще 110 тысяч на возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП от 7 ноября 2012 года. Преградил, что в противном случае он и забьет моего мужа. Я понял вас, в данный момент что вы... Так, на данный момент, вот как раз, заявление подано. Прокуратуру, так или куда подано? Да, прокуратура адресовала МОВД Казмоневянский. Дальше идем. Сегодня уже МОВД Казмоневянский в сговоре находится Колумбаева. В сговоре я ответственно заявляю, почему? Потому что уголовное дело 142-492-13 мая 2011 года возбуждено по штрафстоянке, где участниками преступления являются сотрудники полиции местной и Колумбаев. Потому как Колумбаева прикрывает милиция. Я так понял, то есть по вашему заявлению, по заявлению вашей доверительницы, Казмоневянский ничего не делает. Да, и сейчас уже угроз... Нет, нет, вот сейчас 13 часов 30 минут приехали, приехали соучастники преступления Колумбаева на автомашине белой Жигули, белой Жигули, госномер 593, буквенное обозначение неизвестно, вот мне сейчас известно стало, деревня Мурзуанаева Горноморийского района, к отцу моего доверителя, Коколова Сергея Геннадьевича. И управлял автомашиной и был Иванов Анатолий, деревня Лапкина, который живет. Он является участником. И путем угроз... Незаконно проникли домой, незаконно. И путем угроз нанесения тяжких телесных буржей и убийства отца, потребовали где... Искали Соколова Сергея. Именно-то кто приезжал? Вот Иванов Анатолий. А кто он такой? Что участник преступления у Колумбаева? У Колумбаева работает он. Лапкина живет. Я так понял, то, что вы подавали... Вы вчера, как я понял, подавали заявление в Космодеменск, да? Нет, не вчера. Это было... Я подавал... 29 числа в 9.45. Так. От представителя Кузнецова поступило заявление и предоставление информации по сообщению Соколовой. Обращались? 19 ноября. 29 ноября обращались. А, 29 сейчас не рано. Я по... Я рапорт предоставить просил. Ну, вы вчера обращались. Да. А, 19 ноября обращались... Я так понял, то есть сотрудники Космодеменской покрывают... Они покрывают... А Ерошкин, он является соучастником преступления, потому что он родственник. Кто такой Ерошкин? Ерошкин, у полномоченной? У участковой полномоченной? Понятно, хорошо. Как вы принимаете сотрудников полиции? Я понять не могу. Ну, это никому не вопрос. Блин, кому тогда? ОСБ или кто будет разбираться там? Адресуют данную информацию от вас? Будут заниматься... Ну, ё-моё, принимать бесполковых, извиняюсь. О, блин. Ну, не надо, перехватим. Прошу... Я не оскорбляю это факторы. Если в уголовном деле сотрудники полиции находятся, извините, прошу принять меры. И... И реагировать. Историю вас вообще не... И потому как угрозы идут там. Я понял вас. Убийство... Я не знаю, что будет дальше. Я... И письменно информируйте меня тогда. Адрес мне... Вас информируют. Всё, спасибо. Пожалуйста.